Кассета третья Продолжение из книги «Моя жизнь во Христе» Иоанна Кронштадтского Страница 142 Люди-существа свободные и притом падшие Хотя и восстановленные Сыном Божиим И стоящие в этой благодати свободно верою, добрым расположением к Богу и добрыми делами Должны постоянные молитвы к Богу и ограждаться от противных сил, воюющих на нашу душу Хотящих уловить нас в плен свой и сделать подобными им по духу Нужно всем крайне остерегаться, чтобы по своему духу и по своим делам Не освоиться нам с духами злобы поднебесными Чтобы они не сделали с дыханием нашей души вместо Бога Чтобы зло, составляющее их природу, не сделалось нашим злом Впрочем, мы должны всегда при этом помнить Что больше есть кто в нас, нежели тот, кто в мире 1 Иоанна 4.4 Что Господь и их содержит в полной своей власти и только попускает Сколько его правда, благость и премудрость позволяет действовать им в мире К воразумлению и исправлению людей Но есть люди, которые дьявола имеют и своей одеждой, и пищей, и питьем Подобно тому, как истинные христиане во Христа облекаются Его телом и кровью питаются Везде в мире двойственность, один против другого Дух и тело, добро и зло Сатана имеет своих клевретов и помощников для распространения в людях своего владычества Бог имеет ангелов, которых дает каждому христианину для охранения его И для руководства к блаженному Царству Христову Неверующий везде присутствие Божие в мыслях своих и в сердце своем Клевещет на державу Божию Не приписывает ему и того свойства, которое имеет Воздух, ибо и воздух есть везде Творец ли воздуха не везде Что Бог везде этому сильным доказательством служит самое неверие вездесущее Или вообще какой бы то ни было грех Так при неверии сердце мое стесняется Претерпевает какое-то жжение, томится, мучится Ум помрачается Я нахожусь весь в безотрадном положении Но при живой вере, что Бог везде, на всяком месте И, значит, всегда со мною и во мне Мое сердце широко, свободно, легко, живо Ум светел Я в отрадном положении Таким образом, то самое, что меня убивает Служит разительным доказательством того Что в бытии чего я сомневаюсь Не веря потому и мучить меня Что оно есть клевета сердца моего или злого духа на Бога Который есть жизнь моя Мысленное отрицание моею свободою и душою Самой жизни есть естественная и праведность Смерть для нее Еще Бог есть мысленное существо И душа моя тоже мысленное существо От первого мысленного Потому и общение с Богом бывает у меня через мысль Через веру сердца Которая есть не иное, что как живая и ясная мысль Что Бог есть на всяком месте Когда у меня такой мысли нет Значит, есть мысль противоположная Отрицательная Когда соединительное начало души моей с Богом пресечено Тогда нет для меня и жизни истины А есть один призрак внешней ложной жизни животной Степени блаженства и мучений в будущем веке будут различны А это доказывается и настоящим состоянием души у различных людей Или у одного и того же человека в различное время при различных положениях Чем проще, добрее, общительнее человек Тем он блаженнее внутренне Чем лукавее, злее, самолюбивее, тем несчастнее Чем сильнее в нем вера и любовь, тем блаженнее Чем слабее, тем хуже Так что маловеры, без веры, человеконенавистники Самые несчастные люди Поэтому разумевая и о будущих мучениях Люби всякого человека, несмотря на его греховое падение Грехи грехами, а основа-то в человеке одна Образ Божий Другие со слабостями, бросающимися в глаза Злобно, гордо, завистливы, скупы, серебролюбивы, жадно Да и ты не без зла Может быть даже в тебе его больше, чем в других По крайней мере, в отношении грехов люди равны Как сказано, согрешили все и решены славу Божией Все повинны перед Богом, все равны Нуждаемся в Божьем, к нам милосердие равно Потому, любя друг друга, надо терпеть друг друга и оставлять Прощать другим их погрешности против нас Что я бы, Отец наш Небесный, простил нам согрешения наши И так всей душой чти и люби в каждом человеке образ Божий Не обращая внимания на его грехи Бог один свят и безгрешен А смотри, как он нас любит Что он для нас сотворил и творит Наказуя милостиво и милуя щедро и благостно Еще почитай человека, несмотря на его грехи Потому что он всегда может исправиться Некоторые из прогрессистов почитают церковь врагом для себя Но если есть кто любвеобильнее и благожелательнее и мудрее в своей любви относительно людей после Бога То это церковь Все это есть сообразнейшего Все, что есть сообразнейшего с нашей природой и благопотребнейшего для ней Все это заключается в церкви, как сокровищнице Подобно тому, как в Евангелии заключены глаголы жизни Церковь есть истая мать всего человечества Право верующего Христа Самый верный друг христиан Она сочувствует и отвечает всем существенным потребностям души и тела христианины Деятельным пособием или подаянием помощи силой Господа Иисуса Христа и Духа Святого Которым всякая душа живится О словословии Душа невольно порывается к словословию, когда смотришь на звездное небо Но еще более она порывается к словословию, когда смотря на небеса и на звезды, которые Бог основал Представишь себе помышление Божие о людях Как Бог бесконечно любит людей, заботится о их вечном блаженстве Не посидив и Сына Своего Единородного для спасения нашего и упокоения во Царстве Небесном Нельзя не словословить Бога Когда вспомнишь, что Ты из ничего создан Что Ты предназначен от сложения мира к вечному блаженству Совершенно даром, не по заслугам Когда вспомнишь, какая благодать Божия подается тебе от Бога для спасения во всю жизнь твою Какое бесчисленное множество грехов тебе прощается И притом не раз, не два, а несчетное число раз Какое множество естественных даров тебе подается, начиная с здоровья тела до струи воздуха до капли воды Невольно возбуждаешься к словословию Когда в удивлении видишь бесконечное разнообразие сотворенного на земле В Царстве Животном, Царстве Растительном и Минеральном Какое мудрое устройство во всем, в великом и малом Невольно словословишь и говоришь Чудно дела Твои, Господи Все к премудрости сотворил Слава Тебе, Господи, сотворившему все Если Церковь составила и передала в общее употребление молитвы и песнопения Стреединому Богу и святым Его То это значит, что Бог слышит молитвы наши и всегда находится близ молящихся Но люди большей частью молятся так, как будто бы нет с ними Бога Или как бы Он не внимает Дадим Господу, хотя то внимание, которое показывают добрые родители к просьбам детей Хотя ту промыслительную и внимательную любовь, какую имеют добрые родители к детям Так учит сам Господь Если вы, говорит Он, лукавый будучи, умеете даяния благие давать чадам вашим Кольми паще Отец ваш Небесный даст благо просящему Него Поэтому и наши прошения исполняются, если помолимся от всего сердца Верно, ежедневный опыт Когда в сердце твоем возгорится злоба против кого-либо Тогда поверь всем сердцем, что она дело действующее в сердце дьявола Возненавидь его и его порождение И она оставит тебя Не признавай ее за что-то собственное, не сочувствуй ей Испытана Та беда, что дьявол прикрывается нами самими Скрывает свою голову и свой хвост Притаивается А мы слепые и думаем, что это все делаем только мы сами Стоим за дело дьявольское, как за что-то свое, как за что-то справедливое Хотя всякая мысль о какой-нибудь справедливости, своей страсти Чисто ложна, богопротивна, пагубна Тем же руководствуешься и относительно других Когда видишь, что кто-либо злобится на тебя Не считай его злобы прямым его делом, нет Он только страдательное орудие всезлобного врага Не познал еще совершенно его лести и обманывается от него Молись, чтобы враг оставил его И чтобы Господь просветил его сердечные очи Помраченные ядовитым, тлетворным дыханием духа и злобы Надо сердечно молиться Богу о всех людях, подверженных страстям В них действует враг Страсти по духовному устроению заразительны Например, злоба, еще не высказанная на словах, не выраженная на деле А скрывающаяся лишь сердце и отражающаяся слегка на лице и в глазах Уже передается душе того, на которого я имею злобу и другим приметно Возмущаюсь я страстью, мое возмущение касается и сердца другого Делается какой-то духовный перелив нечистого потока из одного духовного вместилища в другое Уничтожишь в себе страсть к брату, уничтожится и в нем Успокоишься сам, успокоится и он Какая тесная связь между душами Верно слово апостола Мы члены друг к другу Члены Одно тело мы, хотя и многие От одной крови он произвел весь род человеческий Потому-то божественная заповедь требует Возлюби ближнего твоего, как самого себя На взаимном чувстве или понимании наших душ друг друга Основывается действие или бездействие проповеднических слов Если проповедник говорит не от сердца, лицемерно Слушатели внутренним чутьем понимают несоответствие слов проповедника с его сердцем, с его жизнью И слово не имеет той силы, которую оно могло бы принести в том случае, когда проповедник произнес бы его сердечно Особенно, когда сам исполнял бы слово свое на деле Между душами человеческими находится слишком тесная внутренняя связь и сообщение Потому-то добрые, благочестивые, сердечные расположения Сообщительны душам других, особенно же добрые дела Как человек состоит из души и тела То, соответственно, с этим и средства к поддержанию его жизни Двоякие, телесные и духовные К поддержанию телесной жизни служат воздух, пища, питье, свет, теплота К поддержанию духовной жизни молитва, как воздух Чтение Слова Божия Животворящие тайны, благочестивые размышления Ты по опыту знаешь, что для полета мысли не составляют препятствия стены Или то место, в коем ты живешь Она во мгновение может уноситься из дома за облака Или из одной части света в другую Из одного государства в другое Из одного города в другой Но душа твоя, это мыслищее, разумное начало Есть образ Божий Малый образ бесконечного Духа Бога Если мысль твою не удерживает четыре стены Не стесняет пространство и время То что может удержать Господа, все создавшего? Могут ли его удержать стены, ограничить пространство и время Как бы они ни были, не по-нашему бесконечны О, на всяком месте владышество его Око его всех и все зрит Скрывающихся в тайных местах, хотя в горах или в замках неприступных Он зрит, как на ладони своей Для того иногда Господь скрывает лицо свое от тебя И как бы оставляет тебя в мучительном духовном мраке Чтобы ты помнил всегда, чьим светом душа твоя живет, то есть Божьим И что если Бог отвратит лицо свое от тебя А ты метод сердца твоего свой святой дух То ты останешься истинно во мраке ада В мучениях адских И самым делом, хотя несколько познаешь Что такое будущий ад Вер и твердо помни, что ты двойственный человек Один плотской, больной страстями, ветхий, дьявольский Плотского ищущий и в плотском поставляющий жизнь Его надо умиршлять и ни в чем ему не удовлетворять Не преклоняться на его греховные настойчивые болезненные вопли А другой духовный, новый, здравый, Христов Во всем Христа ищущий Христом живущий вместо похоти и мира И во Христе обретающий покой и жизнь Кроме Христа ничего не желающие иметь в этом мире Вменяющие в ничто благо мира земные До Христа приобрящих Как требования того человека всеми мерами нужно презирать Потому что исполнение их убийственно для души Так требования последнего надо всеми мерами исполнять Потому что они ведут к истинной и вечной жизни Познай это, всякий христианин И возьми на себя труд Исполнять на деле познанное Не унывай, когда на душу твою налетают адские тучи Одна, другая мрачнее Когда в душе твоей прирождается адская злоба к душе Зависть, сомнение, противление и прочее Твердо знай, что нахождение этих мрачных туч На мысленный горизонт неизбежно Но оно бывает не всегда и непродолжительно Как в природе нахождение мрачных туч на небо Поносятся, да пройдут И опять прояснится мысленная атмосфера души В природе необходимо быть тучем на небе И по мрачению дневного света Но эти тучи не постоянно, они скоро проходят И после них воссияет опять свет Свет солнечный И притом с новой силой Дивное создание человек Смотри, в сотворенном из земли заключено Божие дыхание Личное, самостоятельное, свободное Образ самого Бога Сколько премудрости красоты в устройстве телесной его скиньи Сколько премудрости любви Словом, богоподобие показывает жизни сам человек Этот властелин земли, как сказано Сотворим по образу нашему И да обладает Всею землею Но чтобы ты не гордился, человек Смотри, что бывает с тобой Когда то, что в тебе по образу Божий Выйдет из тела, как из храма своего Тебя как будто и совсем не будет Ты исчезнешь для этого мира Храм твоего духа теряет всю свою доброту и благолепие Делается землею И повергается в землю, из которой взят Смешиваясь совершенно с нею, как часть ее Дивное создание Божие человек Дивно вселил Господь в прах образ свой, бессмертный дух Но подивись, христианин, еще больше премудрости Всемогущества и благости Творца Хлеб и вино Он прилагает и притворяет Самое причистое тело и причистую кровь свою И вселяет в них самого себя Дух свой причистый и животворящий Так что и тело, и кровь его Бывают вместе дух и жизнь И для чего это? Для того, чтобы тебя, грешного Очищать от грехов и освящать И освященного соединять с собой И соединенного обожить Облаженствовать и обессмертить О чудеса благости, премудрости и всемогущества спасителей Видали вы, как почтительно, смиренно, стройно обращаются около своих начальников Подчиненные во всех сословиях и званиях И этим взаимообращением исполняет свой долг подчинения Не видали ли, с каким благоговением и строгим этикетом обращаются приближенные царя А все это образцы обращения твари около Творца И в этом стройном обращении около Творца В повиновении его законом Состоит их благосостояние и цель жизни Иногда человек молится, по-видимому, усердно Но молитва его не приносит ему плодов покоя и радости сердца А в духе святом От чего? От того, что, молясь по готовым молитвам Он не каялся искренно в тех грехах, которые он учинил в тот день Которыми осквернил в свое сердце этот храм Христов И которыми прогневал Господа Но вспомни о нас в них и раскаешься со всей искренностью Осуди себя беспристрастно И тотчас во дворица в сердце мир, превосходящий всякое разумение В молитвах церковных есть перечисление грехов Но не всех И часто от тех-то самых и не бывает упомянуто Какими мы связали себя Надо непременно самому перечислить их на молитве С ясным сознанием их важности С чувством смирения и сердечным сокрушением От того-то в молитвах вечерних и говорится При перечислении грехов Или то-то, или это сделал худого То есть представляется на нашу волю упомянуть Те или другие грехи Наша вера и церковь подобна Почтеннейшей, святой, богомудрой, твердейшей, нестареющей старице Которой всегда живет юный, живой и оживляющий верный Чад ее дух Как предстарцами мы всегда держим себя с великим почтением Уважая их седины и мудрость Плод вековой опытности И каждое слово их высоко ценим и прилагаем к жизни Так особенно должны почитать церковь Благоговеть перед ее святостью, древностью Непоколебимой твердостью Перед ее богопросвещенной мудростью и духовной опытностью Перед душеспасительными ее заповедями и постановлениями Ее богослужением, таинствами и обрядами Как не почитать ее уже за то одно, что она спасла в недрах своих несметное сисло людей Переселив их на место вечного покоя и радости И не забывая их по представлению, оглашает их до ныне на земле вечную хвалу и прославлением их доблести Как верных чад своих Где вы найдете более признательного друга, более нежную мать Итак, да прилепляются христиане сердцами своими всецело к церкви Христовой Да утверждается в ней непоколебима до скончания временной их жизни Да ревнуют всех об исполнении всех ее заповедей и уставов И да обретают в ней спасение вечное Христе Иисусе Господе нашим По премудрому строению Божию В этом мире одно другому предшествует и одно другим сменяется Бесчестие и честь, бедность и богатство, здоровье и болезнь Перед дарованием богатства Господь часто испытывает крайней скудостью А богатых лишает всего Перед честью и бесчестьем А возвышенных честью и унижением Чтобы мы научились ценить дары Божии и не гордились счастье Зная, что оно дарование владыки, незаслуженное нами Необходимо возбуждать сердце к молитве, иначе оно совсем иссохнет Любовь к Богу, искренность, простота Вот свойство молитвы Молиться надо духом, потому что Бог есть дух, а не плоть Истинную, а не лестью, потому что Бог есть истина Тоже надо сказать и о молитве святым Не устами их призывай только, ибо они не имеют уст, голоса, ничего телесного, а сердцем или душою горящую Тогда они услышат, ибо сродное сродного и ищет Да, не плоти кровь Царствие Божие наследует А дух чистый, горящий любовью к Богу Духа не угошайте, 1 Фессон Викистан 5.19 Говорит Слово Божие Помни это всякий христианин, особенно священник и наставник детей Особенно нам нужно всегда гореть духом при нашем высоком служении Богу и человечеству Как мы много сделали бы для Бога, для людей, для себя Если бы с верой и любовью, с усердием, с горячностью и энергией ее Занимались своим делом И как мало, сухо, бесплодно будет наше делание Когда мы станем заниматься вяло, лениво, с холодностью, без всякого усердия и энергии В великом ответе будем перед Богом из-за себя, из-за веренных нашему попечению Будьте внимательны к себе, когда бедный человек, нуждающийся в помощи, будет просить вас об ней Враг постарается в это время обдать сердце ваше холодом, равнодушием И даже пренебрежением к нуждающемуся Преодолейте в себе эти нехристианские и нечеловеческие расположения Возбудите в сердце своем сострадательную любовь к подобному вам во всем человеку К этому члену Христову и вашему собственному Потому что мы члены друг другу К этому храму Духа Святого, чтобы и Христос Бог возлюбил вас И о чем попросит ваш нуждающихся, по силе исполните его просьбу Просящему тебя дай, и от хотящего взять у тебя взаймы не отвращайся С твердостью и сердечной вы говорите слова молитвы Молясь вечером, не забудьте высказать в молитве к Духу Святому Со всей искренностью и сокрушением сердца те грехи, которые вы впали в прошедший день Несколько мгновений покаяния теплого И вы очищены Духом Святым от всякой скверны Боли и снега убелены И слезы, защищающие сердце, потекут из очей ваших И одеждою правды Христовой вы покрыты И с ним соединены будете, как с Отцом и Духом Несчета духовная состоит в том, чтобы почитать себя как бы несуществующим И единого Бога сущим Почитать словеса Его выше всего на свете И не щадить для исполнения их ничего, самой жизни своей Волю Божию считать всем для себя и для других Свою отвергнуть вовсе Нищий Духом всегда сердцем желает и говорит Да светится имя Твое Да придет царствие Твое Да будет воля Твоя Он сам как бы исчезает Везде и во всем хочет видеть Бога В себе и в других Все да будет Твое, не мое Желает святость Его созерцать в себе и во всех Царство Его также В воле Его также Его одного видеть всенаполняющим сердца человеческие, как и должно Потому что Он един в существе, благии, всесовершенной Все создавший А враг, дьявол и клевреты Его и люди, противляющиеся Богу Такие в царстве Божьем и противники Богу Для нищего Духом и весь мир, как ничто Везде Он видит одного Бога Все оживляющего и всем управляющего Нет у Него места без Бога Нет мгновения без Бога Всюду и всякую минуту Он с Богом И как бы с Ним одним Нищий Духом не смеет и не думает Постичь непостижимое Раскрывать тайны Божии Высоко мудрствовать Он верит одному слову Господа Жизнодавца Зная, что и каждое слово Его есть истина, дух и жизнь вечная И словам Церкви Его Всегда наставляемой Духом Святым на всякую истину Верит, как верит дитя отцу или матери своей Не требует доказательств, полагаясь совершенно на них Нищий Духом считает себя последнейшим и грехнейшим более всех Вменяет себя попранием всех Как живо представляли Бога святые и Божьи человеки Составлявшие молитвы Своей Духом Святым В руководство себе и нам С каким трепетом они предстояли на молитве Но и с какой любовью и надеждою Всякое слово их молитвы говорит Бог с нами и Бог в нас слышит каждое слово наше Видит каждую мысль нашу, желание наше, слезы наши Каждую частицу слезную Иногда мы стоим в церкви или дома на молитве В расслаблении духа и тела И бессильно, хладно, бесплодно бывает душа наша Как та языческая и неплодящая церковь Но лишь напряжем сердце свое к искренней молитве к Богу Обратим мысли и сердце свое к Нему С верой живою Тотчас оживет Согреется и оплодотворится душа наша Какое вдруг спокойствие, какая легкость Какое умиление, какой внутренний святой огонь Какие теплые слезы о грехах Какое искреннее чувство сожаления о том, что прогневали ими владыку приблагого Какой свет в сердце и в уме Какой обильный поток живой воды заструится в сердце Льющийся свободно с языка или спира и карандаша на бумагу Пустыня душевная процветает, как крин Пришествием Господа в сердце, как лилия Ах, зачем мы чаще не обращаем сердец своих ко Господу? Сколько у Него всегда открыто для нас покоя, утешения Коль многое множество благости Твоей я, Господи Которую Ты скрыл для боящихся Тебя Псалом 30, 20 Хитрая и осторожна птичка не дает поймать себя ловцам на просторе мира Божия И когда вещество к ней приближается кто-нибудь и хочет схватить ее Сейчас возлетает от земли вверх И таким образом избавляется от ловящих Так и христианин должен быть мудрый, бдителен, чтобы не поймал душу его ловец бесплотный Душа наша, как птичка небесная Дьявол, злобный ловец, ищущий поглотить чью-либо душу Как птичка, возлетая в горе, тем самым спасается от ловца Так и мы, когда видим врага дьявола, ловящего нашу душу земными вещами Должны оставлять их немедленно сердцем своим, ни на мгновение к ним не привязываясь И возлетать в горе своими помышлениями Господу Иисусу, нашему Спасителю И таким образом легко избавимся от сети ловящих Средство получить успех в каком-либо добром деле Когда молишься дома на вечерней или утренней молитве, или в церкви за службою Имей на сердце заботу о совершении этого дела И сердечное желание исполнить его во славу Божию Господь и Пречистая Матерь его непременно вразумят тебя Положат на твое сердце светлую мысль, как совершить его Если ты хочешь писать беседу или проповедь и не знаешь, о чем писать На сердце твоем нет живой воды Только позаботься о том искренне на молитве Господь и Пречистая его Матерь непременно ясно покажет тебе предмет слова и части его Твоем и сердце озарятся ясным ведением сторон предмета Ежедневно благодари от всего сердца Бога за дарование тебе жизни по образу и по подобию его Жизни разумно свободной и бессмертной Особенно благодари за то, что он тебя, падшего, в вечную смерть восстановил И направил опять к жизни и простым действиям всемогущества Ибо это не сообразно было бы с правосудием его А даровавши выкуп за нас Единородного сына своего Пострадавшего и умершего за нас Благодари еще за то, что он тебя ежедневно Волею через грехи, падающего из жизни в смерть Бесчисленное множество раз Снова дарит жизнью за то только, что ты от сердца скажешь Согрешил, отче, перед небом и пред тобою Благодари еще за то, что он тебя, безрассудно ввергающего себя в болезни Предвестницы смерти телесной Часто избавляет от них, исправляет твои ошибки И не лишает тебя земной жизни твоей И зная, что он дорог для тебя Что ты не готов еще к той вечной жизни Благодари его за все средства к жизни За все радости и скорби в жизни Ибо все от него, всеблагого отца Все от первой той начальной жизни Всем уделившей и взаимодавшей жизни Благородного и возвышенного духа Тот человек, который благостно и щедро рассыпает всем свои дары И радуется, что он имеет случай Сделать добро и удовольствие всякому Не думая о вознаграждении за то Благородного и возвышенного духа Тот человек, который никогда не зазнается С часто посещающим его И пользующимся его щедротами человеком Не пренебрегает им ни в каком отношении Не унижает его ни на одну ступень в мыслях своих Но всегда считает его таким Каким считал при первой встрече с ним Или и гораздо выше А то мы обыкновенно зазнаемся С тем, кто стал наш Как и с тем, что стало наше И привыкши к нему или к тому Скоро, так сказать, насыщаемся им И ни во что вменяем Человека часто ставим ниже Любимой нами вещи Или любимого животного Хорошо иногда на молитве сказать Несколько своих слов Дышащих горящей верой и любовью ко Господу Да Не все чужими словами беседовать с Богом Не все быть детьми верой и надеждей А надо показать и свой ум Отрыгнуть от сердца и свое слово благо Сравни Псалом 44.2 При том же к чужим словам Как-то привыкаем и хладеем И как приятен бывает Господу этот наш собственный лепет Исходящий прямо от верующего, любящего и благодарного сердца Пересказать нельзя Надо было только то сказать Что душа при своих словах к Богу трепещет радостью Все разгорячается, оживляется, блаженствует Несколько слов скажешь А блаженство вкусишь столько, что не получишь его в такой мере От самых длинных и трогательных чужих молитв По привычке и неискренно произносимых Когда просишь о чем Господа Сейчас же созерцай подающую тебе дары Свои благостную и прищедрую его десницу Которая от избытка Божия всем все подала и подает И сомневаться в том Получишь или нет просимое Считай безумием Подобным тому, о котором пророк сказал Что оно сердцем своим Сказало нет Бога Так прося какого-либо доброго и щедрого человека о помощи Мы заранее представляем его подающую руку Ибо земные благодетели, по подобию Всеблагого Отца их Бывают щедрые и благи И подают то, чего просим Тотчас после прошения нашего Как сказано Кто из вас есть Когда попросит его сын хлеба Подал бы ему камень Или попросит рыбы И дав бы ему змею Если вы, будучи лукавы Умеете даяние добрые давать детям вашим То кальми пачи Отец ваш Небесный Подаст благо простящим у него Когда ощутишь в сердце В своем томительные капризы сердца Или неверие Касательно какого-нибудь предмета веры Тогда знай, что враг в сердце твоем И он посмевается над твоим невежеством Твоей слабостью и непостоянством В вере Сейчас же искренно осуди Своё безрассудство Свою слепоту Своё греховное непостоянство В вере И свою неблагодарность к Богу За прежний свет сердца И за прежнее благодеяние Полученное от веры В тот предмет Мощи святые Которое ныне сердце твое По слепому упрямству Отвергает Или в которое не верует Так, как прежде веровала И помилует тебя, владыка Пройдёт томление И станет легко О, враг! Он хочет, чтобы и вере Всё было по его лжи Новый человек обновлённый Находит удовольствие в послушании А ветхий хочет противиться И не покорствовать Итак, да будет, Господи, воля Твоя Принимая за выражение воли Твоей Всё, чего требует от меня Поставленное надо мною власти Всё, что делают со мной Другие терпения Всё, что со мной бывает Ибо ничто не бывает без Тебя Ты сущий во всём Через всех и всё Бог есть такое духовное существо От которого все И без которого немыслимо ничто В котором начало, продолжение Жизнь и сохранение всего Который бесконечно выше Всякого времени и пространства Который не начинался никогда И не окончится Перед которым всё, как несуществующее Который весь везде Коего не вытесняет Из какого-либо пространства Ни один атом, ни горы, ни небесные тела Ни моря, ни воздух, ни огонь, ни земля Который занимает сам от вечности Всякое пространство Занимая каким бы то ни было телом Хотя землею И сам силой своей Содержит в бытии то тело Которое есть на всяком месте На всякой невообразимой линии пространства И сам содержит неограниченное всякое пространство Одним словом Бог есть сущий То есть как бы один Сущий Един Который есть Если брат твой сделает что-либо во время службы неправильно Или несколько нерадиво Не раздражайся ни внутренно, ни наружно против него Но великодушность не зайди к его погрешности Вспомни, что ты сам делаешь в жизни много-много погрешностей Что ты сам человек со всеми немощами Что Бог долготерпеливо многомилостив и без числа много прощает тебе и всем нам неправды наши Припомни слова из молитвы Господней И оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим А эти слова должны всегда напоминать нам Что мы сами во всякое время великие должники Великие грешники пред Богом И чтобы, помня это Смирялись в глубине своего сердца И не были очень строгих по грешностям братьев Подобно нам немощных Чтобы как мы сами себя не судим строго Так не судили бы строго и о других Ибо братья-члены наши, как бы мы сами Раздражительность нрава происходит от непознания себя От гордости И от того еще, что мы не рассуждаем о сильном повреждении своей природы И мало познали кроткого и смиренного Иисуса Многоразличные греховные привязанности сердца нашего Господь испытывает различным образом Иного скупого испытывает потерю денег или имения Или какой-либо части из собственности Попускает ворам окрадывать, разбойникам грабить Иного пожаром, иного наводнением Иного напрасными издержками по неудавшимся делам Иного болезни и издержками на лекарства и врачей Соединенными с болезнью Иного потерей жены, сестры, друга или подруги Иного бесчестием Всех испытывает всякое Да всякое откроет в каждом его слабые, болезненные стороны сердца И научит каждого исправлять себя Весьма у многих душу проходит оружие Да откроется сердец их, помышления их Потому какой бы ни случился убыток из твоего имения Верь, что на то есть воля Господня И говори, Господь дал, Господь и отъял Ибо так Господу было угодно, так и стало Да будет имя Его благословенно Отчего иногда человек вдруг приходит в такое неистовство Что сильно горячится, быстро, отрывисто и несвязно говорит Ломает себе руки, рвет на себе волосы Или в ярости бьет других Ломает безумно все попадающееся ему под руки И делает другие дела, свойственные умопомешанному и иступленному Явно от того, что в его сердце действуют духи злобы поднебесные Подстрекающие людей ко всякому злу И дышащие злобой и убийством на всех и все Отчего бывают и самоубийцы всякого рода Равно как и убийцы других От действий в сердцах самоубийц и убийц Исконного самоубийцы дьявола Потому-то Христос Спаситель и христианская вера Заповедует всякому кротость и смирение Которое не допускает действовать в сердцах духом злобы и гордыни Ищущим смерти всех и каждого Господь говорит, научитесь от меня Ибо я кроток и смирен сердцем Гнев человека страшное, противоестественное явление в человеке Он возбуждается часто в сердце из-за причин самых маловажных По причине самолюбия, гордости, кроющихся в нашем сердце Нужно помнить, что гнев мужа не творит правды Божией Для истины верующего в Бога всякое вещество земное И всех видимых миров как бы исчезает Нет для него и одной мысленной линии пространства без Бога Везде он созерцает единое, бесконечное существо Бога Он представляет, что с каждым вдыханием воздуха он дышит Богом Господь для него везде и все А тварей как бы ни существовало И сам он охотно исчезает мысленно Чтобы дать в себе место единому сущему Богу Все в нем действующему Иногда только лишь насладишься Господом А враг вскоре же после того или сам или через людей Нанесет тебе крайний скорбь Таков удел работающих в этой жизни Господу Например, ты успокоился и возвеселился у чаши Господней И иногда тотчас после службы встречает тебя огненное искушение С ним и скорбь Даже у самой чаши враг делает тебе козни И смущает тебя разными помыслами И не хочешь, да борись А хотел бы долго, долго потеть с Господом Да враги не дают Пока в нас страсти будут действовать Пока ветхий человек в нас будет жить И не умрет До тех пор нам придется много скорбеть От различных искушений в жизни От борьбы ветхого человека с новым Великое одобрение и утешение И великую надежду подают молящимся эти уверительные слова Господа Просите и дастся вам Кто есть из вас человек Когда попросит у него сын хлеба Я подал бы ему камень Если у меня просят чего-либо и другие И я, хотя злой по испорченности природы Но внемлю просьбам других Их слова подвигают и мое сердце к милосердии и помощи А руки к даянию То не подвигнут ли мои слова Мое искреннейшее прошение Человеколюбивейшее утробу Господа К милосердии и помощи мне Хотя и грешному Но все-таки его созданию Делу рук его Если земные осы благи То не тем ли паче Отец Небесный Если я бываю благ Не тем ли паче благ Бог Источник благости Если вы, лукавы, будучи Умеете даяние благие давать чадам вашим То кальми паче Отец ваш Небесный Даст благо просящим у него Утверждай же веру и надежду свою на Бога Земными отношениями отцов к детям Ведь все мы дети Отца Небесного Единого поистине Отца всех тварей Когда ощути, что сердце твоем не стало Мира из-за пристрастия К чему-нибудь житейскому А вместо того в нем дышит Раздражительность и злоба Стань тотчас на страже сердца И не давай наполнить его дьявольскому огню Молись сердечной молитвой Укрепляй Божией ее силою Страстное, нетерпеливое сердце свое Будь твердо уверен, что злодышащее рожение сердца Есть дело врага А враг сильно воюет на сердце через сытый желудок Опыт Когда идешь в гости к кому-либо из родных или знакомых Или иди не для того, чтобы у них хорошо поесть и попить А для того, чтобы разделить с ними дружескую беседу Чтобы беседуя любви и искренней дружбы Оживить свою душу от житейской суеты Чтобы соутешиться верою общую Не ищу ваших, говорит апостол Но вас 2 Коринфянам 12.14 Любовь сказана не радуется неправде Радуется же о истине Нам приходится часто видеть неправедные и греховные дела человеческие Или слышать о них И мы имеем грешные обычаи Радоваться таким делам И выражать без стыда радость свою безумным смехом Худо, непохристиански, нелюбовно Богопротивно мы делаем Это значит, что мы не имеем сердца христианской любви к ближнему Ибо любовь не радуется неправде, но радуется истине Перестанем вперед так делать Да не осудимся вместе с делающими неправду Не дыши злобой, мщением, убийством, даже на животных Чтобы твою собственную душу не предал смерти духовный враг Дышащий в тебе злобою, даже на бессловесных тварей И чтобы тебе не привыкнуть дышать злобою, мщением и на людей Помни, что и животные призваны к жизни и благостью Господа Для того, чтобы они вкусили Сколько могут в короткий срок жизни радости и бытия Благ Господь всяческих Не бей их, если они неразумны и что-либо инопроказят Или пострадает от них какая-либо из твоей собственности Блажен кто из скотов милует Когда святой мир помыслов царствует в душе моей Тогда во мне верно почивает царь мира Господь Иисус Христос со Отцом и Сыном Духом И я тогда особенно должен исполняться чувствами благодарности к начальнику мира И стараться всеми силами о сохранении в себе этого мира сердечного молитвой И удалением от всякого греха внутреннего и наружного 166 страница Ян Кронштадтский Моя жизнь во Христе Утешитель Дух Святой, исполняя всю Вселенную Проходит сквозь все верующие, кроткие, смиренные, добрые и простые души человеческие Живя в них, оживляя и укрепляя их Он бывает один Дух с ними И бывает все для них Свет, сила, мир, радость, успех в делах Особенно в благочестивой жизни Все доброе Сквозь все проходящий Дух Разумичное, чистое Премудрость Соломона 7.23 Все единым Духом напоимы Все благочестивые люди Напоение единого Духа Божественного Подобно напоенной губке Ходя в лесу, в саду или по лугу И видя молодые побеги растений Плоды на деревьях и разнообразие полевых цветов Возьми для себя урок от всей этой Божьей растительности Именно такой урок Всякое деревце в лето дает непременно значительный побег Непременно возрастает в объем и вышину Всякое дерево с каждым годом как бы усиливается подвинуться вперед Бога дарованную ему силою Так скажи себе И я должен непременно с каждым днем, с каждым годом становиться нравственно выше и выше Лучше и лучше Совершеннее и совершеннее Должен подвигаться вперед на пути к Царству Небесному Или к Отцу Небесному Силой Господа Иисуса Христа и Духа Его во мне живущего и действующего Как луг украшается множеством цветов Так луг души моей должен благоукрашаться всеми цветами добродетелей Как деревья приносят цветы и потом плоды Так душа моя должна приносить плоды веры и добрых дел Не питай пристрастно плоть свою Не ласкай ее Не угождай ей И не усиливай ее тем против Духа Иначе когда придется работать Духом Например молиться или писать духовно-нравственное сочинение Тогда увидишь Как она возобладала Духом И связала его по рукам и по ногам Все порывы его не спровергнет Не даст встать ему и войти в силу свою Не вольником будет Дух у плоти Тогда особенно открывается любовь человека к Богу или ближнему И обнаруживается ее чистота, твердость и постоянство Когда есть противоборствующая сила дьявольская Рожженно действующая в нашем сердце К вскоренении любви, противлении, презрении, ненависти, вражды Тогда-то любовь и укрепляется в нашем сердце Когда противная сила усиливается, так сказать, вырвать ее с корнем А человек всячески противоборствует противной силе Очищает, возвышает и утверждает свою любовь через противоборство с врагом За это-то постоянное ратование из-за любви к Богу и ближнему За эту твердость, за эту огненную, упорную и постоянную невидимую войну С духами злобу поднебесными И соплетаются владыкой, блистательные венцы небесные Подвижникам любви к Богу и ближнему В этом отношении заслуживают тысячи венцов святые подвижники Называемые преподобными отцами Которые из любви к Богу оставив мир И все, что в мире ушли в пустыне Совершенно необитаемые места И там, затворясь в своих кельях Всю жизнь проводили в богомыслии, молитве В отсечении своей воли, посте, бдении, труде и подвиге ради Бога И терпели всю жизнь нападения от противных сил Всячески усиливающихся поколебать их веру и надежду на Бога Особенно же любовь к Нему Бороться из любви к Богу со своей плотью и дьяволом Этим хитрым, сильным и злобным врагом Не несколько часов, дней и месяцев, а много лет Иногда шестьдесят и семьдесят лет Каких это заслуживает венцов И что в сравнении с этими подвижниками люди, живущие в мире без нападений Так часто падающие и без поражений, так поражаемые от своей плоти Что значит в сравнении со святыми подвижниками люди, миряне, живущие по своей воле, в роскоши, в удовольствиях всякого рода, в одежде славной пищи, сущей Лука 7.25 Предающиеся гордости, честолюбию, зависти, ненависти, скупости, раздражительности, гневу, мщению, развлечениям, блуду, пьянству, всем порокам, хотя и ни в одном лице совершаемым Они заживо уловлены без всякого сопротивления в воле дьявола А потому он не нападает на них, оставляя их, давно опутанных его сетями, в предсмертном покое и самозабвении Помни изречение священного писания Не бывай побежден злом, но побеждай зло добром Тебе грубят, тебя раздражают, на тебя дышат презрением и злобою Не плати тем же, но будь тих, кроток и ласков, почтителен и любящ к тем самым, которые недостойно ведут себя перед тобою Если ты сам смутишься и будешь говорить с волнением, грубо, презрительно и, значит, без всякой любви Тогда ты сам побежден, и тебе вправе сказать обидевший Врачи, ссылись сам Или что ты смотришь на сыщек в глазе брата, твоего бревна в твоем глазе не чувствуешь Вынь прежде бревно из твоего глаза Не дивись тогда, если часто будут повторяться тебе грубости от оскорбляющих тебя Ибо они заметят твою слабость и будут немеренно, намеренно раздражать тебя Не будь побежден злом, но побеждай зло добром Покажи оскорбившему тебя, что он не тебя обидел, а сам себя Пожалей его сердечно, что он так удобно побеждается от своих страстей Что он болен душевно Покажи к нему тем больше и кротость и любовь, чем он грубее и раздражительнее Чем он больше питает к тебе ненависти И ты верно победишь его Добро всегда сильнее зла И потому всегда победоносно Помни еще, что все мы немощны Чрезвычайно удобно побеждаемся от всякой страсти И потому будь кроток и снисходителен к согрешающим перед тобой Зная, что и ты сам часто тем же не дугуешь, чем брат Оставляй долги должникам твоим Да и тебе, Отец Небесный, оставит твои долги Не в пример больших долгов твоих должников Будь всегда покоен, возвышен Не мнителен, тверд духом, прост и добр сердцем И ты всегда будешь торжествовать над своими врагами Обличение нечестивому рано ему Не обличай злых, да не возненавидит тебя Сказуй праведному и приложит при мати Притча 979 Иногда враг коварствует над нами тем, что Когда мы видим какой-либо грех или порог в брате или в обществе То он поражает наше сердце безразличиемой холодностью Неохотой или, скорее, постыдной трусостью Сказать твердое обличительное слово неправде Сломить рог грешника Христе Царю, даруй мне апостольскую ревность и огонь Святого Духа в сердце мое Да дерзновенно всегда восстану против наглого Особенно же заразительного, заразившего многих порока И да не пощажу никого ради их же спасения И прочих людей твоих Чтобы не соблазнились они, видя развитие порока И не пали сами Если кто соблазнит одного из малых всех верующих в меня, лучше ему Если бы повесили жернов, мельничный на шее его И потопили его в пучине морской Пришел он в сын человеческий взыскать и спасти погибшее Когда придет тебе в голову безрассудная мысль Сосчитать какие-либо добрые дела свои Тотчас же поправься в этой ошибке и скорее считай свои грехи Свои непрерывные бесчисленные оскорбления всеблагого и праведного владыки И найдешь-то их у тебя, как песку морского А добродетелей сравнительно с ними все равно, что нет Когда сердце твое поразится скупостью, скажи себе Жизнь моя, Христос, любовь всех Мое неистощимое богатство, неистощимая пища Неисчерпаемое питье Слепая плоть наша мечтает обрести жизнь в пище и в деньгах Враждует против тех, которые лишают ее этих вещественных средств жизни Но ты будь твердо убежден, что не деньги и пища – жизнь А любовь, взаимная ради любви к Богу Помни, что Бог есть любовь, все одушевленная, соединившей законами любви И изъединение любви, производящей жизнь При молитве держись того правила, что лучше сказать пять слов от сердца, нежели тьмы слов языком Когда замечаешь, что сердце твое хладно и молится неохотно, остановись Согрей свое сердце каким-нибудь живым представлением, например, своего окаянства, своей духовной бедности, нищеты и слепоты или представлением великих ежеминутных благодеяний Божиих к тебе и к роду человеческому Особенно же к христианам И потом молись, не торопясь, с теплым чувством Если не успеешь прочитать всех молитв ко времени, беды нет А пользы от теплой и неспешной молитвы получишь несравненно больше, чем если бы ты прочитал все молитвы, но спешно, без сочувствия Лучше пять слов хочу сказать умом моим, нежели десять тысяч слов языком Но очень хорошо, разумеется, было бы, если бы мы могли с должным сочувствием сказать на молитвы и тьмы словес Господь не оставляет трудящихся для него и долго предстоящих ему И в меру, которую они мерят, возмерится Возмеривает и он, и, соответственно, обилие истинных слов их молитвы посылает в душу их обилие духовного света, теплоты духовной, мира и радости Хорошо, продолжительно и непрестанно молиться Но не все вмещают слово сего, но кому дано Могущим вместить да вместит Не могущим вмещать продолжительные молитвы Лучше творить молитвы краткие, но с горячей душою Из постоянного чуда присуществления хлеба и вина в истинное тело и кровь Христову С его божеством и душою соединенное Я вижу чудо постоянного животворения человека божественным дыханием и сотворение его в душу живую И стало, сказал человек, в душу живую А на святой трапезе хлеб и вино по присуществлению становится не только в душу живую, но и в дух животворящий И это все на моих глазах, и я это испытываю душой и телом, ощущаю живо, боже мой Какие страшные таинства ты творишь Каких неизглаголных тайн ты сделал меня зрителем и причастником Слава тебе, творче мой, слава тебе, творче тело и крови Христовых И святыми Божиими овладевало дьявольское отчаяние и уныние Что же с нами, грешными? О, нас враг уязвляет часто сердечным озлоблением, уничижением и лютым унынием Нужно постоянно обращаться ко Господу и быть с Ним каждую минуту Чтобы не овладела нами вражья озлобления и уныния Есть еще средства избавиться от вражья и уныния Пространный путь мира Только предайся удовольствиям света И оставит тебя уныние, по крайней мере, на время удовольствий А потом повлечет тебя к этим удовольствиям И они сделаются для тебя потребностью А ты будешь находить в них и только в них отраду и веселье Но сохрани Бог всякого христианина от того Чтобы таким средством избавиться от дьявольского уныния Лучше идти тесным путем Терпеть уныние и искать частой помощи и избавления у Господа Иисуса Христа Веселящего, трудящихся его ради над спасением своим Нежели сойти на пространный и гладкий путь мира И там удовольствиями плоти купить свободу от духа уныния Враг духом уныния многих согнал с тесного и спасительного пути На широкий и гладкий, но гибельный путь Вот ты молишься, молитва твоя совершается успешно Ты имеешь внутреннее свидетельство, что Господь и слышит ее, и благоволит к ней У тебя мир помыслов, легко и сладостно на сердце Но вот под конец твоей молитвы из-за самого малого расслабления твоего сердца и помышлений В твое сердце ввергается какое-то тяжелое бремя, расслабляющий сердца огонь И ты чувствуешь и крайнюю тяжесть молитвы И отвращение от нее вместо прежней легкости расположения к ней Не отчаивайся, друг, это козни врага, которые любят посмеваться над ними, особенно в конце наших благочестивых занятий Чтобы мы впали в уныние и сосли потерянными все предыдущие труды свои в святом деле Научись из этого впречь, не угошать духа своего ни на минуту в продолжении молитвы Молисься духом и истинно и неослабно И не льстить Господу на молитве ни одним словом То есть ни одного слова не произносить притворно, лицемерно Пусть вся молитва твоя будет одним выражением истины, трубой святого духа И ни одним словом не служит лжи вражей, не будет органом дьявола А о снятии бремени вражей с души твоей, о погашении огня его Помолись сердечно ко Господу, признав перед ним от сердца вину свою Лицемерие во время произношения молитвы И получишь облегчение и мир Не торопись Мирно все говори и делай Успеешь Враг торопит и смущает, ибо в смутной торопливости нет толку Отче наш, да прийдет царствие твое Господь царствует везде, во всем видимом мире Есть на всяком месте И во всех евангельских соборах Он царствует своим бесконечным могуществом и правдой И над злыми духами, и над злыми или неправедными людьми А одних из них Он связал вечными узами мрака на суд великого дня А других наказует различно И в этой жизни и накажет в будущее огнем неугасимой Но Он, истина, не царствует в бесах и нечистых людях Истиной и Своею Потому что в них ложь Не царствует любовью, ибо в них злоба В нечистивых людях не царствует верою Не царствует надеждой и любовью Не царствует в них точным исполнением своих законов Что Вы зовете меня, Господи, Господи И не творите, как говорю Заповеди мои соблюдите Царствуя в каждом малейшем естественном действии Моего тела и души, например, в слове Ибо его законом повинуется мое тело В питании, покое, сне, росте, хождении Мысли и слова по его законам строятся и движутся Но не царствует всегда в моем сердце И в моих расположениях сердечных И в моем свободном произведении Я часто склоняюсь к злу И творю зло вместо предлежащего мне добра Я часто противлюсь ему, его законам Я часто, мало, вер, не вер, самолюбец Гордец, презрителен других Завистник, скупец, любостяжатель Сребролюбец, плотоугодник Угождая всячески грешной своей плоти Чистолюбец, нетерпелив, раздражителен, ленив Не делая или делая очень мало добрых дел И то больше по стечению обстоятельств Чем по свободному расположению и влечению сердца Ни со стражду страждущим, как членом единого тела церкви Словом, не царствует всегда во мне Господь Помышлениями, чувствами и делами веры, надежды и любви Молиться нужно для постоянной и твердой уверенности сердца Что все, и души, и тела наши Их благосостоянием и неблагосостоянием И все имение наше, и все обстоятельства жизни Мы имеем от Бога, от державы Его А не от природы, ни от случая, ни от себя Не стань молиться Богу И скоро забудешь сердцем благодетеля, Творца и Господа своего А с забвением Его впадешь во всякое зло И так видишь, что молитва всегда приносит тебе существенную пользу И душевная и телесная сила человека совершенствуется Умножается и укрепляется упражнением их Упражняй руку часто в письме, в шитье, в вязании Набьешь, как говорят, руку Хорошо будешь писать, шить, вязать Упражняйся чаще, в сочинении Будешь сочинять легко и хорошо Упражняйся в делании добрых дел Или в побеждении страстей и искушений И дела добродетеля будешь со временем делать легко и сладостно Будешь побеждать в страсти, удобно При помощи вседействующей Благодати Божией Но не стань писать, шить, вязать Или пиши, ши, вяжи редко Будешь дурно писать, шить и вязать Не сочиняй ничего Или сочиняй очень редко Живи в одних материальных заботах жизни И, пожалуй, несколько слов связать будет трудно Особенно о чем-либо духовном Заданное сочинение будет египетскую работу Не стань молиться или молись редко Тебе противно и тяжела будет молитва Как пятипудовая тяжесть Не стань воевать на страсти Или воюй только изредка и слабо И очень трудно будет бороться с ними Будешь часто побеждаем от них Не будешь иметь от них покоя И жизнь свою отравишь ими Не научившись побеждать этих домашних Злейших внутренних Всегда в твоем сердце сидящих врагов твоих Так всем необходим труд и деятельность Жизнь без деятельности и не есть жизнь А что-то уродливое Какой-то призрак жизни Потому борьба с ленностью плоти Постоянная и упорная Есть долг всякого человека Сохрани Бог от потворства ей Всякого христианина А те, которые Христовы Ленивые, злые, грехолюбивые Плоть распяли со страстями и похотями Имущему везде дано будет И приз будет А от неимущего Отнимется и то, что думает иметь Человек озлобленный против нас Есть человек больной Надо приложить пластырь к сердцу его Любовь Надо приласкать его Поговорить с ним с лаской С любовью Если в нем не закоренела Против нас злоба А только временная вспышка Посмотрите, как сердце его Или злоба Его растает от нашей ласки и любви Как добро победит зло Христианину нужно всегда быть благим Мудрым На то, чтобы благим побеждать зло Обиженный с кем-либо Не будь злопамятен И когда обидевшие тебя Покажут тебе ласковый вид Обратятся с речью к тебе Не обрати сердце своего к злобе А говори с ними ласково и добродушно Как будто бы ничего не было Между тобой и ими Научись побеждать благим злое Злобу благостью, кротостью и смирением Не говори в сердце обидевшему тебя Как? Он говорит со мной Из обидев меня Ни во что вменяет обиду свою мне Да я не считаю его достойным Говорить со мною Отвергаю, презираю его Пусть знает Каково обижать меня Не будь горд и злопамятен Не говори так Да не прогневается на твое жестокосердие Господь Весь мир вещественный перед Богом Как ничто А одни духовные существа Как ничто Как то ангелы и человеки Те только твари имеют Прочное бытие Которое близко к Богу Имеют образ и подобие Его Остальные же твари Как тень приходят Самое небо и земля Прейдут А слова мои Не прейдут Помнить надо постоянно Что дьявол старается Непрерывно Засаривать нашу душу Адским ссором Которого у нас слишком много И который слишком мелок И разнообразен Итак Враждой ли затмевается Твое сердечное око Гордостью или нетерпением Ли раздражительностью Жалением ли вещественно Достояние для брата Или для себя Разумеясь скупостью Любостяжанием ли Сребролюбием Немиролюбивыми ли Обидными словами других Унынием ли Отчаянием Завистью ли Сомнением ли Маловерием ли Или неверием Откровенным истинам Счиславием ли Леностью ли К молитве И ко всекому делу Благому И вообще делу службы Говорю в сердце С твердой уверенностью Слова Это ссор дьявольский Это мрак адский При вере и надежде На Господа При постоянном Трезвении И внимании К себе Можно с Божьей помощью Избегать адского Ссору и мрака Рожденный от Бога Блюдет себя И лукаво Не прикасается ему Все мое счастье И несчастье Заключается В сердечных мыслях И расположениях Если мысли И расположения Моего сердца Согласны С истиной Божией Или с волей Бога моего Тогда я покоен Исполнен Духовного света Радости Блаженства Если нет Беспокоен Исполнен Духовного Душетленного Мрака Тяжести Уныния Если совершенно Переменю Мысли И расположение Сердца Ложное Богопротивное На истинное И Богу Приятное Тогда опять Покоен И блажен Ближний Равноправное Мне Существо Тот же человек Что я Тот же Образ Божий И как он Тоже Что я То и Любить его Надо мне Как я Сам себя Люблю Возлюби Искренне Твоего Как сам Себя Надо Наблюдать Его Как свою Плоти Кровь Обращайтесь Любовью Кротко Ласково Прощая Погрешности Его Как себе Охотно Прощаю Как Как сам Других Прощение Прощущей Ты же Ей Неодинаковое Слово Скажешь Иное Оживит А иное Убьет Душу Твою И может Быть Душу Ближнего Твоего Потому И сказано Слово Ваше Да Будет Всегда Во Благодати Приправлено Солью Да Да Благодать Слышащим Всякое Слово Гнилое Да Не Исходит Из Уст Ваших С Пресыщением И Пьянством Враг Бесплотный Входит В сердце Человека Это Каждый Внимательный Может Ощущать Вот Причина Почему С возрастающим Пьянством Усиливается Так страшно Клонность К пьянству От того Что возрастает Сила врага Над человеком Отчего Заметно У пьяниц Такая Сила Влекущая Их Невольно К удовлетворению Страсти Или Внутреннего Стремления К вину У этих Несчастных Враг Сердце Чем же Изгнать Беса Пьянства Молитвою И постом Входит Враг От того Что люди Предаются Плотскому Образу Жизни Шребоугодливости И не молятся Естественно Что и выйти Он Из них Может От противоположных Причин Поста И молитвы Что Мог бы Мог бы Избавиться От Бремени Грехов Ибо Природа Наша Вообще Ленива К усиленным Трудам Особенно В Духовной Жизни И без Помощи Бессильного Облегчения И услаждения Духовных Трудов Отказалась Бать Них Бросила Бы Дело Своего Спасения Теперь же Премудрый Бог И благостный Отец То Облегчит И Усладит Наше Духовное Бремя То Иногда Оттягчит Его Для нашего Испытания Для научения Нас Терпению И изнурению Своей Лукавой Погибельной Плоти Мудрость Меняя Одно Другим И Дело Нашего Спасения Благодаря Бога Весьма Возможно Не слишком Трудно И весьма Часто Приятно Для нас Как Прискорбно Видеть Что Враг В празднике Господней Берет С христиан Свой Оброк Крайне Великий Оброк И чем Больше Праздник Тем Больше Оброк Враг Врагу Платят Христиане Ибо Что Мы Видим В празднике Совершенная Праздность Разнужданность Плоти Пьянство Служения Дьяволу Видно По одной Привычке А не По влечению Благодарного Ко Христу Спасителю Сердца Видно Они Не молились Богу Не приближались К Нему Если только Хотя устами Приближались И не вошли Они в силу Праздника Вообще Не понимают Не понимают Они Сущности Цели Праздников Христианских Не Участвуют В них Так Как Дети Участвуют В семейном Празднике Своих Родителей Худые Дети У такой Любящей Благой Святой Матери Церкви Мать Свята Чада Грешная Мать Духовна Чада Плотяна Мать Небесна Дети Земны Мать Хочет Даровать Чадам Своим Блага Вечные Духовные Вместо Тленных И Временных Чада Отвергает Их И избирает Себе Удовольствие Земные Греховные Приходящие Впрочем Между Пьяными И преданными Разным Пороком Людьми В празднике Больше Встречаешь Таких Людей Которые Не Были В Церкви И Вовсе Не Знают Праздника Потому Что Никогда Об Нем Не Размышляли Для Таковых Существует Один Только Праздник Праздник Плоти Ах Да Коли Мы Священники Не Восстанем Против Всех Бесчинств В Празднике Господни У Кого Из Священников Божиих Ирина Или Финиесова Или Исаина Или Еремина Чтобы Восстать Силой Духа Святого На все Эти Бесчинства В Празднике Господни В Новом Израиле Чтобы Все Силы Свои Всю Жизнь Свою Употребить Во Славу Божию На Искоренение Между Христианами Этих Непотребств Господи Когда Мы Будем Святить Как Подобавить Святыни Праздники Твои Когда Мы Утешим Святую Матерь Свою Церковь Повиновением Ее Уставам Когда Мы Напоимся Духом Ее Доколе Начиная Духом Мы Будем Оканчивать Плотью Празднование Великих Спасительных Событий Православной Веры Доколе Враг Будет Посмеваться Над Членами Христовыми Кои Суть Христиане Да Коли Люди Других Вер И Исповеданий Будут Указывать На Нас И Говорить Смотрите Вот Христиане Называющиеся Православными Как Они Живут Какова У них Вера Сердечная Каковы У них Священники Как Они Худо Учат Народ Вере Как Они Мало Объясняют Им Праздники Их Предметы Цель Установления Как Они Мало Учат Их Жить По Вере Боже Мой Какое Нарекание На Нашу Православную Веру И На Нас Пастыри Или Впрочем Может Быть Об Нас Пастырях И Справедливо Говорят Есть Многое Нашей Вины В том Что Христиане Не Так Проводят Праздники Как Должно Мы Не Обличаем Не Запрещаем Не Умоляем Их Со Святым Долготерпением И Учением Проводить По-христиански Мы Мало Говорим О Праздности Пьянстве Распутстве Мы Не Громим Церкви Божией Словом Божиим Против Этих Пороков Страшно Овладевших Христианами Мы Не Всегда Отлучаем Страх Против От Святой Чаши Известных Своим Пьянством И Прелюбодейством Лиц И Даем Через То Этим Заразительным И Мерзким Порокам Все более и более Усиливаться Мы Даем Слабые Эпитемии На Исповеди Лицам Заслуживающим Строгого Церковного Наказания Не Следим Как бы Следовало За Исполнением И тех Эпитемий Которые Налагаем На Них Боже Царство Твоё Сокращается Мало Избранных Твоих В сердцах Коих Ты Почиваешь Много Рабов Дьявола В сердцах Коих Как Тач Восседает Исконный Человека Убийца Что Сотворишь С нами Господи Кровь Завета Твою Вопиет От земли На Евангельский Глаз Твой Не Проникает Сердце Христиан Заповеди Твои Внебрежения Церковные Уставы В попрании Что Сотворишь С нами Господи Господи Пошли Ревностных Деятелей Вертоград Твой Не Ищущих Своего А Ищущих Христа Твоего Даруй Им Ревность Пророческую Апостольскую Силу И Мудрость Да Возделывают Они Неутомимо День И Ночь Нивы Сердец Человеческих Говорят Мы Скоро Устаем Молиться От Чего От Того Что Не Представляете Перед Собой Живо Господа Который Одесну И Вас Смотрите На Него Непрестанно Сердечными Очами И Тогда Ночь Целую Простоите На Молитве И Не Устанете Что Я Говорю Ночь Три дня И три Ночи Простоите И Не Устанете Вспомните Я О Столбниках Они Много Лет Стояли В Молитвенном Настроении Духа На Столбе И Превозмогали Свою Плоть Которая Как У Тебя Так И У Них Также Была Склонна К Ленности А Ты Те Готишься Несколькими Часами Молитва Общественной Даже Одним Часом Любовь Не Мыслит Зла Мыслить Какое Быто Ни Было Зло Есть Дьявольское Дело Дьявол В Человеке И Человеком Мыслит Его Поэтому Никакого Зла Не Имей Сердце На Друга И Не Мысли Его Да Не Срастворишься С Дьяволом Побеждай Злое Добром Которое Видишь Или Которое Кажется Тебе Злом В Этом Состоит Твоя Мудрость Духовная И Подвиг Христианской Любви Отче Наш Сущий На Какое Высокое Трогательное Духовное Зрелище Когда эти Слова В Многочисленном Церковном Собрании Или В Кругу Членов Семейства Или В Собрании Питомцев Или В Собрании Воинов Произносятся От души Истинно Единым Сердцем И Едиными Усами Какое Высокое Зрелище Когда Садясь Не себе А Богу Почитая Дары Его Все Все Живущие На Земле Будут Единым Стадом Под Единым Пастырем Ангельские Умы Постигнут И Надивиться Не Могут Коликую Примудрость Благость И Всемогущество Явил Господь Нам В Воплощении Своем От Пресвятой Девы Марии Вся Коестество Ангельское Удивися Великому Твоевого Человечения Делу Неприступного Бога Как Бога Зряще Всем Преступного Человека Слава Благости Твоей Слава Щедротам Твоим Слава Премудрости Твоей Слава Сили Твоей Через Воплощение Своё Господь Ясно Научил Нас Всем Тайнам Веры Которые Известны В Ветхом Завете Через Воплощение Его Мы Грешники Окаянные Удостоились Пречистого Тела И крови Его И Самым Тесным Образом Соединяемся С Ним В Нём Пребываем И Он В нас Через Воплощение Его Пресвятая Дева Богородица Сделалась Всеблагомощной Нашей Заступницей И покровом От грехов Бед И напастья День И И Ночь Богородом Твоим Твоим Господи Как мы Унижаем Богоподобную Бессмертную Душу Свою Пристращаясь К тленному И меркнущему Исчезающему Блеску Золота И серебра И отвращая Взор Своя От горнего Вечного Всерадостного Света Или К сластям Тленным Скоро Приходящим Вредным И Расслабляющим Душу И тело И отвращая Взор От сладости Вечной Духовной От сладости Лицезрения Божия Или К суетной Земной Славе Отвращая Очи От почести Горнего Звания От почести Чад Божиих Наследников Вечного Царствия Божия О Суета Земная О Пристрастия Житейские Горе Зри Христианин Наивысшее Благо В этой Будущей Жизни Есть Бог Вечно Живущий Всесовершенный Всеблаженный Стижавший Это Благо Имеющий То В душе Своей Есть Счастливейший Человек Все Прочее Земное Житейское Признаваемое За благо Есть Суета Пустота То Что Около Меня Или на Мне Не Оставляет Меня Даже Плоть Моя Которую Я Обложен Из Которой Я Состою Как Из Части Моего Земного Бытия Не Составляет Собственно Меня Что Это Написано Ему Же Похвала Не От Человек Но От Бога Римлян Римлянам 2 29 Кому Похвала Тому Кто Внутренно В сердце Работает Богу Кто По Совести Все Дела Свои Творит И Не Заботится О Мнении Людском Или О Славе Человеческой А Мы Ищем Похвалы От Людей И Не Ищем От Бога Который Есть Бог Славы Мы Ищем Земных Наград Крестов И Орденов Для Чего Святой Крест Явился Царю Константину На Небе Для Значения Того Что Крестом Вошел Славу Свою Сам Господь Наш А Также Все Апостолы И Все Мученическое Воинство Что Крест Есть Непобедимая Победа Что Как Крестом Низложен Дьявол Так Им же Крестом Низложены Будут И Все Враги Креста Христова Или Христиан Что Через Гонителей Христиан Действует Дьявол Которого Должно Поражать Крестом Что Гонимые Христиане Суть Члены Христов Воины Христов Которые Находятся Всегда Под Уступлением Христа Все Здрав И Так Идеи Не Греши Опыт Свидетельствует Что Грехи И Страсти Разрушают Здравие Души И Тела А Победа Над Страстями Доставляет Небесное Спокойствие Душе И Здравие Телу Победи Многоглавую Гидру Греха И Будешь Здрав Храни В себе Спокойствие Духа И Не Возмущайся Не Раздражайся Никакими Противностями Обидами Не И Неправдами И Вот Ты Будешь Наслаждаться Всегда Здравием Душевным И Телесным Волнение Возмущение Огонь Страстей Различных Порождают В нас Множество Болезней Душевных И Телесных Чтобы Управлять Другими Надо Научиться Наперед Управлять Собою Чтобы Учить Других Надо Самому Приобреть Знания Когда Я Не Умею Владеть Собою Когда Нет Во мне Духа Самообладания Духа Кротости Святости Любви Правды Тогда Я Плохой Управитель Когда Играют Мною Всякие Страсти Лучше Мне Не брать Управлять Другими Чтобы Не Причинить Большего Вреда И Себе И Им Господь Жизнь В смерти Моей Сила В немость Моей Свет Во тьме Моей Радость В скорби Моей Дерзновение В малодушии Моем Спокойствие В смятении Моем Благопослушенство В молитве Моей Слава В бесчестии Моем И избавление От бесчестия Моего Дивно Могущественно Скоро Заступает И спасает Он Меня В бедах И теснотах Моих В увлечениях Моих Когда я Взываю Моем Отчаянием Мадость Моляй А о чем Он попросил Духа Вся любовь Его, вся благость, все щедроты Его готовы от Него на Тебя извиться по вере Твоей. Страница 190. Моя жизнь во Христе. Ян Кронштадтский. Когда мы призываем святых на молитве, то произнести от сердца их имя, значит уже приблизить их к самому своему сердцу. Проси тогда, несомненно, их молитв и предстательства за себя. Они услышать Тебя и молитву Твою представят владыки скоро, во мгновение ока, как вездесущему и все ведущему. Когда на проскомедии молительно призываешь Господа Иисуса Христа или причисту Его Матери, святых, или поминаешь живых и умерших, тогда вынимаемая частица представляет и как бы заменяет собой Господа или причисту Его Матерь, или какого-либо святого или совокупно многих святых, живых и умерших, поминаемых. А мысли Моя в имени представляет и заменяет собой душу призываемого или поминаемого существа. Таким образом, в малом виде, в устах наших и в сердцах наших отражаются существа горнего и дольного мира, и все это через веру Духом Святым, который есть один Сыщ, везде сущий и все исполняющий. Молясь я верую твердо, что Бог есть един, сущий и все исполняющий, следовательно, одесну и меня, что я образ Его, что Он бездна благости, источник всякой благости, и что Он сам уполномочил меня молиться Ему. Как бросаемые вверх камни или куски дерева или другое что, упадают непременно на землю или в воду, смотря по тому, что бросают их. Так слова молитвы непременно доходят до Бога, если от сердца они произносятся. А если не от сердца, ложно, то упадают в змея бездны, в океану лжи, дьявола, который есть существо лжи. Господь, наполняя все творение, которое перед Ним, как капля росы утренние, сходящая на землю, и как стражник в привесах, премудрость Соломона 11.23, как колебание чашки весов, Содержа его до малейшей былинки и пылинки в деснице своей, и не ограничиваясь ни великими, ни малыми в нем творениями, существует в бесконечности, совершенно наполняя как бы пустоту. Ибо Он единственное бытие, почему и называет Себя сущий, исход 3.14. То есть, Я есим Тот, Который есим. Как бы мало ни было вещество, но если только оно существует, существует и Господь, все исполняющий и все содержащий. Ибо может ли быть, что материя как-либо существует, а Господь все сотворивший нет? Нелепо. Без Него не может существовать в бытии ни одна пылинка, если оставить ее самое себе, лишить ее Божьего присутствия и сидержительства. Без Него ничего не стало быть, что начало быть. Что соединение наше с Богом в будущем веке последует, и что оно будет для нас источником света, мира, радости, блаженства. Это мы отчасти познаем опытно и в нынешней жизни. По молитве, когда душа наша всецела бывает обращена к Богу и соединяется с Ним, мы чувствуем себя прекрасно, покойно, легко, радостно, как дети, упокоиваемые у груди матерней. Или лучше сказать, как-то невыразимо хорошо, хорошо нам здесь быть. И так подвязайся неослабно за будущее нескончаемое блаженство, которого начатки ты опытно знаешь и в настоящей жизни. Но внимай, это только начатки земные, несовершенные, видимые только отчасти, как бы в зеркале и гадании. Каково же будет нам, когда мы самым делом приискренне соединимся с Богом, когда образы и тени пройдут, и настанет царство истины и видения. О, до смерти нужно подвязаться за будущее блаженство, за будущее единение наше с Богом. Вы видите, как светлые солнце и звезды. Праведники некогда будут сиять так же, как солнце. От внутреннего невещественного света Божия. Когда ангелы являются на земле, они почти всегда сияны светом. Стремитесь к этому просветлению, отбросьте дела темные. Мы можем возвысить свою природу до причастия божественного естества. А Бог есть свет несозданный, превосходящий всякий сотворенный свет. Человек, когда я смотрю на тебя, на твои земные чувства, на твою плоть, когда вспомню о дне рождения и о последующих днях младенчества и возрастания твоего доселе, и потом перенесусь мыслью ко дню смерти твоей, а затем к вечности, которая тебе присуждена от создания мира, тогда я не знаю, чему удивиться, ничтожеству ли твоему или всемогуществу и благости Творца, который благоволил даровать тебе жизнь, и твое тленное и смертное тело облечь некогда в бессмертие. Удивление мое возрастает, когда я вижу, что тебе, плоти и крови, Господь Бог, Царь Вечный, дает вкушать собственную плоть и кровь, так как Он, во днях плоти Своей, призискренне приобщился к плоти и крови нашей, чтобы сделать тебя вечно живым. Человек, умерший, есть существо живое. Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Душа Его невидимо витает у тела и в местах, где любила пребывать. Ежели она умерла во грехах, то не может помочь себе избавиться от уз их, и крепко нуждается в молитвах живых людей, особенно в церкви, святейшей невесты Христовой. Итак, будем молиться за умерших искренно. Это великое благодеяние им больше, чем благодеяние живым. Когда Господь взирает милостиво на земнородных очами природы, очами ясной, благорастворенной погоды, всем становится легко и весело. Когда веет благорастворенным воздухом во всех телах и душах благорастворение воздуха, а когда отдохнет холодным, влажным, тяжелым растворением воздуха, все почувствуют какое-то тяжелое бремя в душе и теле, множество земнородных застонет от болезней, множество предается унынии и тоске. Так могущественно и неотразимо влияние на людей природы. И замечательно, что кто меньше связан с житейскими похотями и сластями, кто всего меньше предан чревоугодию, кто воздержан с пищей и питьей, к тому природа благосклонна и не томит его, по крайней мере, далеко не так, как рабов естества и плоти своей. О, сколь ясно, что в Господе жизнь наша, а не в чувственных вещах, коль ясно, что во всем Господь действующий все во всем, в воздухе Он дыхание наше, в пище насыщение наше, в пятии утоление жажды нашей, в одежды одеяния наше, в жилище покров, теплота и спокойствие наше, во сне успокоение наше, в чистом, поучительном, целомудренном и назидательном слове слово наше, во взаимной любви любовь наша. Господи, владыка творче и благодетелю наш, даруй нам всегда всякое мгновение жизни памятовать о Тебе, что мы Тобой живем, движемся и существуем, что от Тебя имеем жизнь, дыхание и все. Но будем помнить, что если во всем исчисленном мы извращаем уставы Божии, Он становится тяжким наказанием нашим, Он и в воздухе наказание наше, в пище и пятии, не насыщение и утоление жажды, да или отвращение от ней, или болезнь. Так бывает, когда говорят, что ему пища в пользу не идет, в одежде и жилище томление или крушение духа, во сне не успокоение, а устрашение и беспокойство, в слове связание, в превратной любви огнепалящее мучение. Источники наказания обыкновенно открываются в самых греховных склонностях наших. Ими же кто и согрешает, ими и мучится. Премудрость 11.17 Истинная спасительность нашей святой веры ясно открывается из того, что ни одно таинство, ни одна молитва веры не остаются у нас тщетными, но приносят к нам с неба и являют силу свою в душах и телах наших, ощущают грехи наши, упокоивают души наши, по слову спаса нашего. Придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Избавляет нас от сердечных скорбей и телесных болезней. Нет, мы никогда тщетно не молимся Господу нашему или Пресвятой Богородице, или Ангелам и Святым, но получаем все прошения, которые ко спасению. К нам постоянно нисходят с неба силы исцеления и многоразличной помощи. Господь наш есть Господь сил и многоразличных на нас являемых, и Бог наш есть Бог милующий и спасающий. Равная и приснодевственная Матерь, воплотившегося Бога Слово, подражает человеколюбие Сына Своего и Бога, молящийся о нас не перестает, и постоянно являет на верующих силы Свои. Чувствуя непрестанно и всеспасительные силы Богоматери, над нами являемые, мы взываем ей, не умолчим никогда, Богородица, силы Твоих, глагол от недостойния. Ащи бы ты, небы, предстояла, молящий, кто бы нас избавил от таликих бед, или «Ей, я каприз на силу Твою!» И обращаемся к ней во всякой скорби, нужде и обстоянии. То же сказать надо и об ангелах, и о святых, призываемые нами, они слушают нас, и по благодати Божией являет нам помощь. Плоской человек не понимает духовного блаженства, происходящего от молитвы и добродетели, и не может разуметь, хотя сколько-нибудь, что за блаженство будет в том веке. Он ничего не знает выше земного, плоского блаженства, и будущее благо, будущее считает за мечту воображение. Но духовный по опыту знает блаженство души добродетельной, и заранее предвкушает сердцем будущее блаженство. Чем более человек ведет духовную жизнь, тем более он одухотворяется, он начинает видеть во всем Бога, во всем проявлении его силы и могущества. Всегда и везде видит себя пребывающим в Боге, и от Бога во всем самом малейшем зависящем. Но чем более плоской образ жизни ведет человек, тем он более делается плотяным. Он ни в чем не видит Бога, в самых чудесных проявлениях его божественной силы, во всем видит плоть, материю. И везде, и во всякое время нет Бога пред очами его. Господь называется и есть пастырь добрый. Если ты будешь верить его руководству, то уразумеешь сердцем своим, что как усердный пастырь пасет стадо в лесу, не давая ему разбродиться в лес, но собирая овец воедино, так Господь пасет души наши, не давая блуждать им во лжи и в грехах, но собирая их на путь добродетелей и не попуская волку мысленному расхитить и распудить их. Так как дьявол просто по существу своему прост, и в одно мгновение единым помыслом может приразиться к нам весь и войти в наше сердце, то отражать его надо бы также в одно мгновение, одним сильным словом сердца, заключающим в себе всю силу истины, как полное противоядие вражеской лжи. В этом смысле Спаситель сказал, будьте мудры, как змеи. То есть, как духовно этот змей быстро, метко, с адской мудростью и всегда в нас нападающий на нас, соображающий, когда всего легче ему напасть и опрокинуть нас, выглядывающий, какие в нас слабые стороны и привычки, и большей части наносящий удар свой наверняка. Но в то же время будьте, сказал Спаситель, просты, как голуби, то есть просты и не злобивы. Только одну мудрость и заимствуйте от змея, но сердце ваше, да, остается простым, чистым и нерастленным. Будьте кротки и смиренны, как я, не предавайтесь, и не предавайтесь гневу и раздражительности, ибо гнев мужа не творит правды Божией. Соблюдайте себя чистыми от всякой скверны плоти и духа. Душа наша, как существо духовное, деятельное, не может оставаться праздным. Или она делает добро или зло, что-либо из двух, или в ней растет пшеница или плевела. Но как всякое добро от Бога, а средство получать всякое благо от Бога, есть молитва, то молящиеся усердно из глубины души искренне получают от Господа благодать к деланию добра и прежде всего благодать веры. А те, которые не молятся, естественно, остаются без дарований духовных, добровольно лишая себя их по своей небрежности и охлаждению духовному. И как в сердцах усердно молящихся и работающих Господу растет пшеница добрых помышлений, расположений, намерений и дел, так в сердцах немолящихся растут плевелы всякого зла и заглушают малое количество добра, которое в них осталось от благодати, крещения и миропомазания, потом покаяния и пресчищения. Поэтому весьма тщательно нужно смотреть за Нивы и сердца своего, чтобы не росли в нем плевелы зла, лености, неги, роскоши, безверия, любостяжания, скупости, зависти, ненависти и прочее. Ежедневно плодь Ниву сердца своего полочь, по крайней мере, на вечерней и утренней молитве, освежать ее спасительными вздохами, как ветрами благорастворенными, орошать ее обильными слезами, как дождем ранним и поздним. Кроме того, всеми мерами нужно внедрять в Ниву сердца своего семена добродетелей, веры, надежды на Бога, любви к Богу и ближнему, удобрять и оплодотворять ее молитвой, терпением, добрыми делами и ни на час не оставаться в совершенной праздности и бездействии. Ибо во времена праздности и бездействия враг усердно сеет свои плевелы. Спящим человеком прииде враг и сеял плевелы посреди пшеницы и отошел. Надо помнить при том, что без принуждения, без усилий нельзя делать добрых дел. Царствие Божие после вольного нашего грехопадения уже не иначе берется, как силою, и только употребляющие усилия восхищают его. Отчего узкий путь и тесные врата ведут к жизни? Кто суживает путь избранных? Кто делает тесными врата? Мир теснит избранных, дьявол теснит, плоть теснит, а не суживает путь наш к Царствию Небесному. Господь и душу, и тело мое привел из небытия в бытие. Так Он всемогущ. Как же мне не верить в Его всемогущество? Что сочту для Него невозможным я, который Сам приведен из небытия в бытие? Что у Бога на свете выше и драгоценнее меня, человека? Не я ли прежде всего величайшее чудо всемогущества? Я самим Богом принятый в единение с Ним. Я умаленный малой чем от ангелов. Я, который, соединяясь с Ним, веру и чистотой жизни, делаю сам чудеса всемогущества Божия, например, воскрешаю мертвецов, как Илья и апостолы. Если духи ангелов и души человеческие приведены им из небытия в бытие, то какого тела не сотворит Он одушевленного и неодушевленного? Более. Если Сам Бог сделался плотью и душою человеческою, не перестав быть Богом, если это Он сделал невозможное для нас дело, то что же после этого может быть для Него невозможного? Что бесконечнее этого чуда? Так Бог наш на деле показал и показывает Своё всемогущество. Если бесплотные ангелы могут принимать на себя тело не призрачное, а истинное, получив на то способность от Бога, то Сам Господь с каким удобством может творить в себе тело? Можно сказать даже, что всякому одушевленному существу свойственно творчество, подару Бога Духа, Стецворца. Сам ли Господь Бог, давший такие законы природе с мгновенной легкостью, с единым мгновением, не притворит какого угодно вещества в тело? Не сели тела из необразованного и неодушевленного вещества составляются. Какой маловер после этого будет сомневаться в притворении, например, хлеба и вина в тело и кровь Христову во время Божественной Литургии? Это обыкновенное дело Бога чудес после того, как Он Сам сотворил в себе плоть от Духа Святого и Девы Марии. Что тверже, неизменнее и могущественнее Слово? Словом, мир сотворен и стоит, нося всяческое глаголом силы своей. И однако ж мы, грешные, обходимся Словом так легкомысленно, небрежно. Что у нас пользуется меньшим уважением, как Слово? Что у нас изменчивее, как Слово? Что мы бросаем подобно грязи, поминутно, как ни Слово? О, окаянные мы, человеки! С какой драгоценностью так мы обходимся невнимательно! Не вспоминаем мы, что Словом, происходящим от верующего и любящего сердца, мы можем творить чудеса жизни для души своей, для душ других, например, на молитве, при богослужении, в проповедях, при совершении таинств. Христианин, дорожи каждым Словом, будь внимателен к каждому Слову, будь тверд в Слове, будь доверчив к Слову Божию и Слову святых человеков, как к Слову жизни. Помни, что Слово – начало жизни. Страница 200 «Моя жизнь во Христе» Иоанна Кронштадтского Слово «Потому» надо еще уважать крепко, что и во едином Слове бывает вездесущий и всеисполняющий, единый и нераздельный Господь. Потому и говорится, «Не приемли имени Господа твоего в суе, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, что в одном имени Сам сущий Господь – простое существо, единица, пресно поклоняемая. Когда Господь поразит тебя сильной скорби или болезнью или бедою, тогда будь благонадежен, что Он верно пошлет тебе и отраду, и, соответственно, твоим страданиям подаст тебе потом благодать мира, силы и радость. Ибо щедрый и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Взирая на крест Спасителя, созерцая распятую на нем нашего ради спасения любовь и помышляя, для какого блаженства Он спас нас, от каких мук Он искупил нас, из челюсти какого зверя Он исторгнул нас и к какому Отцу Он приводит нас, о любовь, о выкуп, о ужас и мучений бесконечных, о блаженство неописанное и конца не имеющее. Говоря «Отче наш», мы должны верить и помнить, что Отец Небесный никогда не забывает и не забудет нас, ибо какой даже земной добрый Отец забывает и не печется о своих детях. «Я не забуду Тебя», говорит Господь, Исайя 49, 15, «Знает Отец Ваш Небесный, что требуете всего этого, нуждаетесь во всем этом. Усвой эти слова сердцу своему. Помни, что Отец Небесный постоянно окружает Тебя любовью и попечением и не напрасно называется Твоим Отцом. Отец – это не имя без значения и силы, а имя в полном значении и силе». Когда совершаешь молитву, правила, особенно по книге, не спеши от слова к слову, не прочувствовавши его истины, не положивши его на сердце, но сделай и постоянно делай себе труд чувствовать сердцем истину того, что говоришь. Сердце твое будет противиться этому, иногда леностью и окамененным, нечувствием к тому, что читаешь, иногда сомнением и неверием, каким-то внутренним огнем и теснотою, иногда рассеянностью и уклонением каким-либо земным предметом и попечением, иногда припамятованием обиды от ближнего и чувством мщения и ненависти к нему, иногда представлением удовольствия света или представлением удовольствия от чтения романов и вообще светских книг. «Не будь самолюбив, побеждай сердце твое, дай его Богу в жертву благоприятную, дай мне, сын, сердце твое». Притча 23.26. «И твоя молитва сороднит соединить тебя с Богом и со всем небом, и ты исполнишься духом и плодами Его, правдой, миром и радостью, любовью, кротостью, долготерпением, сердечным умилением». «Тебе хочется скоро кончить молитвенное правило, чтобы дать покой утомленному телу. Сердечно помолись и заснешь самым спокойным, тихим и здоровым сном. Не поторопись же помолиться кое-как, выиграешь на полчаса молитвы целых три часа с самого здорового сна. На службу или на работу торопишься, вставай раньше, не просыпай и помолись усердно, стяжешь спокойствие, энергии и успех в делах на целый день. Рвется сердце к делам житейской суеты, переломи его. Пусть будет сокровище его не суета земная, а Бога. На уси сердца свое более всего прилипляться через молитву к Богу, а не к суете мира. Да не посрамишься в одни болезни твои, час смерти твоей, как богатый суетою мира и нищий верою, надеждой и любовью. Если не будешь так молиться, как я сказал, то не будет у тебя преуспеяния жития и веры и разума духовного. Господь Иисус Христос не имел, где главу преклонить во время земной жизни, но и имел в себе жизнь свою и жизнь всех. Люди же богатые строят себе дворцы великолепные, живут в них. Но, увы, при такой блестящей обстановке не имеют в сердце своем истинной жизни, не могут наслаждаться и суетою своею. Им скучно и душно в великолепных дворцах своих. Так что многие богачи и важные сановники променяли бы дворцы свои на хижину бедняка, только бы достать сердечного его спокойствия. Совершенное угождение Богу состоит в том, чтобы для Него иметь совершенное беспристрастие и к телу своему. Например, когда во время молитвы мы, несмотря на леность и сильное расположение ко сну, нудим себя и не поддаемся Ему, то мы имеем беспристрастие к телу. Совершенное беспристрастие имели мученики и подвижники. В конце домашних, утренних и вечерних молитв призывай святых, патриархов, пророков, апостолов, святителей, мучеников, исповедников, преподобных, воздержников или подвижников, бессеребреников, чтобы, видя в них осуществление всякой добродетели и самому сделаться подражателем во всякой добродетели. У патриархов учись детской вере и послушанию Господа. У пророков и апостолов ревности о славе Божией и о спасении душ человеческих. У святителей ревности проповедовать Слово Божие и вообще Писаниями содействовать к возможному прославлению имени Божия, к утверждению веры, надежды и любви в христианах. У мучеников и исповедников твердости за веру и благочестие перед людьми неверующими и счастливыми. У подвижников распинание плоти со страстями и похотями, молитве и богомыслию. У бессеребреников нестяжательности и безмездной помощи нуждающимся. Не оставляйте детей без внимания относительно искоренения из сердца их плевел, грехов, скверных, лукавых и хульных помышлений, греховных привычек, наклонностей и страстей. Враг и плоть грешной не щадят и детей. Семена всех грехов есть и в детях. Представьте детям все опасности грехов на пути жизни. Не скрывайте от них грехов, что они по неведении и невразумлению не утвердились в греховных навыках и пристрастиях, которые растут и приносят соответствующие плоды по приходе детей в возраст. У человека плотского вся его жизнь, все его занятия имеют плотское направление и плотскую цель. Молитва плотская, учение и обучение других – плотское. Писание или сочинение – плотское. В жизни на каждом шагу, в каждом почти слове проглядывает плотская жизнь. Особенно сильное появление имеет плотская жизнь в чреве человека. Тут седалище плотского человека. По мере того, как человек благодатью Божией отлагает жизнь плотскую, он начинает попирать чрево свое, изменяет пищу свою, перестает жить для ненасытного чрева. В его сердце воцаряется мало-помалу вера, надежда и любовь. Вместо пищи и питья – одежды, богатства. Бог, душа, вечная жизнь, вечная мука занимает его мысли и воображение. Вместо любви к деньгам – пищи, питью, одежды, роскоши в жилище и его обстановке. Любовь к Богу, к людям, к небесному сожительству с ангелами и святыми. Вместо пищи и питья – также алкания и прилежное чтение и слушание слова Божьей и божественной службы. Прежде враги ему были те, которые препятствовали его внешнему благосостоянию. Ныне он равнодушно переносит лишения. Прежде он спал много и во сне находил удовольствие. Теперь он спит мало и лишает себя намеренного сладкого сна. Прежде покоил плоть, теперь озлобляет ее, да не сильно воюет на дух. Страница 205 Когда видишь, что кто-либо по насилию дьявольскому занят сердечно одним каким-либо пустым земным предметом – идея фикса. Сильно скорбит о нем, постоянно говорит о нем и возбуждает тем в тебе досаду. Не раздражайся этим, но твердо зная, что это болезнь – дух от врага, будь с больным кроток и тих, сейчас же со спокойной невозмутимой верой. Обратись к Богу в молитве и читай, тропарь, нерукотворенному образу. При чистому твоему образу поклоняемся благие, просящие прощения при грешении наших в Христе Божии. Волей его благословил еси плоти взыти на крест, да избавиши я же создал еси от работы вражия. Тем благодарственного пиемти, радости исполнил еси вся, спаси наш, пришедай спасти мир. Блюди себя, враг искушает и твое терпение, торжество для него вдвойне, если раздражит и тебя, разумевай его козни и посмевайся им. Когда насилуется лицо, особенно близкое сердцу, тогда больно сердцу видеть и слышать от него безумные слова, выражающие пристрастие сердца к чему-нибудь земному. Но не малодушествуй, не унывай, не рвись, не выходи из себя. Блюди себе, чтобы и тебе не быть искушенным. Взывай к Спасителю, спаси, спаси нас. Не изменяй ему ни в какой скорби душевной, ни в каком насильстве дьявола и страстей. Помни, что говорит сам Спаситель, призови меня в день скорби твоей и изму тебя и прославишь меня. Бесконечная сила Господа всегда готова явиться к нам на помощь. Господу силы и Господу благости приятно являть в нас Спасительную силу свою и избавлять нас от врагов видимых и невидимых. Тем жалче, тем достойнее сострадание человек, чем пустее причина его душевной скорби. Ибо тогда ясно видишь, что причина это дьявол. Никогда так не трудно сказать от сердца, да будет отче воля твоя, как в сильной скорби или в тяжкой болезни. Особенно при неправдах от людей, при навождениях или кознях врага. Трудно от сердца сказать, да будет воля твоя и тогда, когда мы сами сделались виновниками какого-либо несчастья. Ибо думаем мы, это не Божие, а наша воля поставила нас в такое положение. Хотя ничто не бывает без воли Божией. Вообще трудно поверить сердечно, что воля Божия есть страдание наше, когда сердце знает и по вере, и по опыту, что Бог есть блаженство наше. А потому трудно и говорить в несчастье, да будет воля твоя. Мы думаем, неужели это воля Божия, отчего же Бог нас мучит, отчего другие покойные счастливы, что мы сделали, будет ли конец нашей муки и так далее. Но когда растленной природе нашей трудно бывает признавать над собой волю Божию, без кое ничто не бывает, и покориться ей со смирением, тогда-то пусть она и покорится ей, тогда-то пусть и принесет Господу свою драгоценную жертву, преданность ему сердечную, не только в покое и счастье, но и в скорби и несчастье. Все суетное, ошибочное мудрование, да покорит премудрости Божией совершенной, ибо как отстоит небо от земли, так отстоят помышления наши от мысли Божией. Исайя 55.8 Да принесет всякий человек своего Исаака, своего единородного, своего обетованного, коему обещаны покои и блаженства, а не скорбь, в жертву Богу, и да покажет ему свою веру и свое послушание, да будет достоин даров Божиих, коими он пользовался или будет пользоваться. Страница 207. Моя жизнь во Христе Иоанна Кронштадтского. Чтобы точно понять слова молитвы Господней «Не веди нас во искушение», надо помнить, что эта молитва дана апостолам, которые просили научить их молиться, дана прежде сошествия на них Святого Духа, когда сатана просил их у Господа добы сеять их, как пшеницу. Тогда апостолы были еще слабы и удобно могли пасть под искушение, как Петр. Поэтому и влагает им Спаситель в уста слова «Не веди нас в искушение», а без искушений нашей веры, надежды и любви жить нельзя. Испытания сокровенностей сердечных необходимы для самого человека, чтобы он сам мог видеть, каков он, и исправить все. Да, искушения нужны, да откроется от многих сердец помышления их, да откроется твердость или слабость наша в вере, знание или невежество, порочность или чистота нашего сердца, надеяние его на Бога или на земное, любовь к себе и к тленному, или паче всего к Богу.